3 декабря в нашей стране отмечается Международный день инвалидов. Его цель – привлечь внимание общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья, защите их достоинства и благополучия, а также к полному и равному соблюдению прав человека и участию инвалидов в жизни общества. В этот день для людей с ограниченными возможностями здоровья проводятся специальные спартакиады, благотворительные акции, форумы, дискуссионные клубы и творческие фестивали. В Славянском районе по уже сложившейся традиции в зале городского Дома культуры прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов. Его участниками стали члены районного общества инвалидов, Всероссийского общества слепых, глухих районного совета ветеранов, жителей города и сельских поселений. Земляков приветствовал глава Славянского района Роман Синеговский. Я хочу сказать вам спасибо за то, что вы есть, спасибо за то, что имеете активную жизненную позицию. Несмотря на то, что имеете определенный физический недуг, вы живете в социуме, вы участвуете и в политической жизни нашего города и района, вы занимаетесь спортом, участвуете в культурных мероприятиях, собираетесь, общаетесь. У нас есть с вами совместная программа, где администрация старается помогать. Вы люди, которые любите жизнь, вы добрые люди, вы помогаете, поддерживаете нас и поддерживаете друг друга. Поэтому я хочу сказать вам большое-большое спасибо. Хочу вам пожелать крепкого-крепкого здоровья, долголетия, мира, добра и всего самого-самого доброго. Спасибо. За активное участие в работе районных общественных объединений, милосердие и поддержку людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, сотрудничество во многих социальных вопросах, Роман Синеговский, активистом районного общества инвалидов, вручил благодарственные письма и цветы. В числе награжденных в этот день была председатель первичной организации инвалидов «Нефтяники» Нина Демченко. Их общество работает с 2001 года. Наша первичная организация 105 человек. Это люди абсолютно разного возраста. У нас есть и молодые, есть и пожилые, есть и под 90 лет. И 90-е есть. Чем мы занимаемся? Проводим разные мероприятия. Ездим на море, ездим на природу. Проводим огоньки для наших инвалидов. Самая главная задача, чтобы люди были не одинокими, а чтобы было с кем общаться, чтобы мы не теряли друг друга, знали проблемы каждого и пытались помочь и решить эти проблемы. Пользуясь случаем, я хочу выразить огромную благодарность Синегонскому Роману Ивановичу и Владимиру Ильичу за то, что помогли инвалидам сделать тротуар по улице Пушкина и поставили светильники на пересечении улиц Выгонной, Пушкина, Западной Пушкина. Теперь мы можем ходить, не набирая воду, наши сапожки, ботиночки, туфельки. Спасибо им огромное, дай Бог, здоровья, процветания, благополучия в их работе. Заслуженные награды в этот день получали участники и победители районного фестиваля творчества инвалидов «Мы есть у тебя, Россия», благодаря которому люди с ограниченными возможностями здоровья могут проявить себя, продемонстрировать свои таланты, открыть новые перспективы для творчества. Дипломом первой степени награждается совистка Татьяна Ладыко Славинской районной организации инвалидов городской дом культуры и имени заслуженного работника культуры ФСФСН Николая Бондаренко, поэтический клуб «Славяне». Фестиваль проводился в нескольких номинациях. Декоративно-прикладное творчество, вокальное, песенное мастерство, поэтическое искусство. В каждой определены победители. Лучшим вокальным коллективом в этом году стал народный хор при Азовье из Коржевского сельского поселения. Возглавляет хор вот уже более 30 лет Ольга Вагиас. Для Ольги Паловной песня – это вся её жизнь, а коллектив – родная семья. И победа в районном фестивале для них очень многое значит. Это гордость. Первое место. Столько коллективов, столько поющих. И мы где-то хуторяне. Всю жизнь пою. Всю жизнь эта песня у меня. Это, наверное, самый большой подарок в жизни для меня. Счастье моё. Всё, что пережито, всё с песней. Всё, что было, трудности какие. От войны до последнего. Потеря родных, близких. И всё мне помогала моя песня. И коллектив. Завершилось торжественное мероприятие концертом, на котором выступили артисты городского Дома культуры, творческие коллективы общественных объединений социальной направленности. Громкими аплодисментами встречали зрители хор общества слепых «Поющие сердца», хор Совета ветеранов «Ветеран». Прекрасные стихи, подготовленные членами общества инвалидов, выступления ансамблей «Самородок» и «Ритмы планеты». Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков. Программа «События».